А перед началом данного видеоролика советую подписаться на канал Шварца. На этом канале ты найдешь отличные видеоролики по таким играм, как FIFA 17, CS GO и Battlegrounds, а также много других разных игр. Так что переходи по ссылочке в описании и подписывайся, я уже давно подписан и тебе советую. Всем здарова, народ, с вами снова я, Медрик, и мы продолжаем карьеру за Барселону. Ну что ж, ребята, впереди трансферы, впереди тренировки, впереди все, и многие из вас писали, что стоит вернуть Месси обратно, что Месси это топовый вингер, который сможет еще помочь, но Месси уже 33. В этой FIFA просто так выносливость не прокачаешь, как вы мне писали, потому что выносливость качается меньше всего. И мне придется либо вот эту тренировку ставить и смотреть, что из этого выйдет, либо вообще на все позиции ставить одного Месси, это неправильно, ребят. Так что в этот раз мы будем ставить тех, кто есть в составе, наверное, молодых ребят, потому что я собираюсь еще в будущем кого-то ставить в основу, так что посмотрим. По традиции я выберу предсезонный турнир и просто симулирую его. Мы уже, ребят, купили двоих, даже не купили, а просто, ребят, забрали двоих игроков просто бесплатно, да. Ни за одного игрока я не выложил ни копейки. Лапорт должен усилить мою центральную зону и усилить настолько сильно, что я уже могу не задумываться о защитниках. Также Маркинис есть в составе, который тоже может помочь. Ладно, оставим Месси, я не буду ничего менять. Вот таким составом мы выйдем играть. Месси на правом фланге, Неймар слева, но и остальных вы всех знаете. Мне, кстати, Суарусу надо выйти на ФРВ. Вернем в старую гвардию, почему бы и нет. Перед дома хотят купить, я не вижу смысла держать его в составе. Пускай уходит, потому что у нас есть уже Орье. А Денис Суарес игрок, который, в принципе, редко играет, но частенько выходит. Не знаю, ребят, не знаю. Денис Суарес, наверное, оставим. Хотя, если его купят за 77 миллионов, то я продам его. Ребят, только не успел прийти Лапорт, он сразу травмирован. Досадно, ребятки, досадно. 8 недель отсутствовать будет Лапорт. Теперь понятно, что делать с МТТ. Теперь все понятно. МТТ так и будет играть в основе. Тут Денис хочет на матч выйти. Ну, Денис. Пока только один человек у нас находится в сборной, это МТТ. И Денис, тебе нет места в составе. Хотя можно попробовать, знаешь. Можно попробовать. Хотя бы на один матч тебя выпустить. Многие просят купить Димбеле, но я, ребятки, не вижу смысла. У нас состав укомплектован, куда я буду пихать Димбеле, когда есть Тимор. И есть Месси, и есть Мунир, блин. У меня очень много игроков на эту позицию. Но на позицию Неймара нет игроков, так что сейчас что-нибудь придумаем. Я посмотрю, сколько хотя бы стоит Димбеле. Ого. У Димбеле рейтинг 91. Вау. Разгон 99. Скорость рывков 99. Дриблинг 97. Владение 93. Нифига себе. Много народу предлагал вратарей, так как Донарума, в принципе, топовый вратарь. Почему бы не взять его? Почему бы не взять? Тем более, что у него рейтинг 86. И он потенциально очень талантлив. И я считаю, что он будет очень хорошим приобретением. Может быть, получится взять его? Если, конечно, он перейдет. Давайте попробуем взять пока за 60. А дальше посмотрим. Милан принял предложение и готова отдать его за 60 миллионов. Вот это да. Почему бы не взять за такие деньги? Тем более, что в будущем он будет стоить намного больше. Ладно, поставим ключевого игрока. Будем менять их с Терштегеном. В Ануренберге 79 миллионов. Ну, точно не получится, ребят. Баруси Дортон приняла предложение под Димбеле. И 85 миллионов. Именно та ставка, которую мы им предлагали. То есть, мы почти нифига не переплачиваем Баруси Дортон, видимо, нужные деньги. Да, печально. Ну, давайте купим. Давайте купим Димбеле. Я не знаю, куда их пихать. Но что-нибудь можно придумать вполне. Тем более, рейтинг 91. Это на 2 пункта выше, чем рейтинг того же Мора. Который, кстати, может играть на ФРВ, если что. Сивиля готова купить Суареса, того самого Суареса, которому 26 лет и который уже не развивается. За 75 миллионов. Какого черта Сивиля? Ты серьезно? Ну, ладно, я только рад этому трансферу, потому что это почти стоимость самого Димбеле. Мы купили Димбеле за 85, продали Суареса за 75. И там 10 миллионов разница. Небольшая, но для нас это круто. Это круто. Считай, баш на баш получилось. Донарума принял контракт и уже, ребят, находятся на запасе. Давайте выпустим в основе в следующем матче. Дадим им немного поиграть. Так же, как и в Рье выпустим в основе. И все равно Суарес уходит, так что дадим поиграть на Ямару. Давайте Ракич продадим Баварию. Ну, только я сейчас чуть-чуть побольше ценник сделаю. Хотя бы, чтобы они по рыночной стоимости купили. Тут у нас небольшие трансферные предложения пришли. Что ж, Сампер. Игрок, который молодой, которому 25 лет. И, к сожалению, ребят, но я его уже не раскрою. Нужно продавать. И пускай парень не губит себе карьеру, потому что он в основу редко попадает. И попадает только во втором составе. А я сейчас думаю, что мне нужно во втором составе сделать немного изменений. Да. Извини, Сампер. Но я думаю, что в Ювентусе ему будет самое место. Ну и Мунира хочет купить Баруся Дортон вместо Димбеле. Видимо, вот так вот они решили, что раз я купил у них Димбеле, то, может быть, они смогут купить у меня Мунира. Если они согласны за 125 купить Мунира, то флаг им в руки. Денис Суарес переходит за 75 миллионов. И тем самым мы, ребята, оправдываем трансфер Димбеле. Ракит еще готов только купить за 23 миллиона. Я, наверное, окину еще 2. Хотя пускай за 25 уйдет. Если Бавария действительно согласна, то покупайте. Покупайте. Мне не жалко. Тем более, Ракит реально у нас не играет. Нифига. Мунира готова купить за 99 миллионов. То есть, какой смысл был это делать? Парни, вы чего? Готов за 119. Давайте за 119. Да. Интересненько. Вот, сам покупать за 17 миллионов. В принципе, все идет по плану. Ну вот, ребят, мы типа выиграли финал, оказывается. Вот так вот. Даже на симуляции. Ну и Верать получает травму небольшую. Ну вот, Ракит сейчас покупает все-таки за 25. И мы с ним прощаемся. Ну ладно. Он хотя бы свою карьеру не забыл. Чего, блин? Мунира покупает за 119 миллионов? Ну что ж. Мунира, считай, меняем на Димбеле. Плюс доплата. Сколько там? Почти сороковник. 40 миллионов плюс доплата. Я считаю, что это выгодный трансфер. На мой взгляд. И вообще, я считаю, что это по-человечески выходит. Потому что мы, ребята, купили почти всю Борусию Дортланд. И нам нужно было кого-то им продать. Так что все нормально. Мы, кстати, еще в плюсе. У нас 504 миллиона. Хотя было до этого на трансфер 400 с чем-то выделено. Я не знаю, что делать с этими деньгами. Потому что реально очень много денег. И непонятно, куда их тратить. А может, пакбу купить, а? Я уже не знаю просто, куда пихать будет игроков. Потому что там так дофигища. Если, кстати, продадут за 94, я офигею. Ну, 144 миллиона. Ну, такие деньги я не готов за него предложить. Максимум, что будет 110. Давайте, 115. Все, это самый максимум. Просто сейчас уже ни о какой реалистичности речи не может идти. Июль 2020 года. Здесь уже совершенно все игроки поменялись, блин. И вообще непонятно, что происходит с рынком. И у меня тут Маркиниус хотят купить. Но я бы лучше, наверное, продал бы Челси за большую стоимость. То есть 87 где-то так. Если купят его, то я с удовольствием его продам. Только зачем мне столько денег опять же? Ребят, я не понимаю эту игру. Просто не понимаю. Я ради прикола поставил ценник Маркиниусу 87,5 миллионов. Челси купили его за 87,5 миллионов. То есть они переплатили почти в два гребаных раза. И я не понимаю, как вообще может быть такое. То есть, ладно. У нас есть Лапорт, который восстановится в скором времени. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Плюс еще Погбу готовы продать за такую стоимость. Я, ребят, я в шоке. Я, честно говоря, в шоке. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. Вы на прошлой серии собрали 700 лайков. Я надеюсь, что на это вы можете собрать еще больше. Так что поставьте лайк, чтобы серии выходили чаще. Ну, а я, ребята, буду играть сейчас с Атлетикой Мадрид в Суперкубке Испании. И, кстати, давайте выпустим в этом матче в основе Миссуарса и Месси. Легендарный пять минут. Ясно. Погнали. Барселона, Атлетикой Мадрид. И, ребят, Суперкубок. Суперкубок Испании. И, конечно же, нам нужно его выигрывать. Я намерен выиграть очередной трофей для Барселоны. Сегодня дебют Донорумы. 60 миллионов стоил нам этот игрок. И 21 год всего лишь его. И уже он очень хорош. Состав Барселона на ваших экранах. И сразу объясню, ребят. Кто-то писал, что Дебало блекнет на позиции ЦАП. Он не блекнет, он играет ложную девятку в моей схеме. Именно так я его использую. То есть идет розыгрыш мяча. Я так делал в карьере за Арсенал. И эта схема всегда работала. Так что пока состав приносит результат. Я считаю, что многие из вас не имеют права его хейтить. То есть главный результат. И вот состав Атлетика Мадрид. Ну что ж, тут, наверное, есть изменения. И вы, ребята, их сами уже видите. Ну, если не видите, подскажу. Фланги смотрите. Просто посмотрите на фланги. Гризман по-прежнему играет. Никуда он не перешел. Хотя, в принципе, был интерес со стороны Манчестер Юнайтед. Но, видимо, они ждут, пока мы купим у них Пагбу. Но я не знаю, что делать с Пагбой. Потому что до сих пор, ребята, какая-то неопределенность у меня насчет него. И давайте начнем этот сезон. Начнем его с победы. Суарес с мячом. Суарес. Фланг. Ой, пенальти, пенальти, пенальти. Срочно нужно назначать пенальти. Ну вот, смотрите. Прям в ногу сыграл. Чисто, чисто сыграл в ногу. И, ребята, давайте подумаем, куда пробить. Давайте туда. Опа. И Дебала открывает счет в этой встрече. 1-0, 1-0. Гол с пенальти. Ну, это тоже гол. Так что, все хорошо. Лемос тут с желтой карточкой. Так что, нужно побольше атак именно через Лемос там проводить. Месси хорошо играет в защите. Блин, Месси только сейчас добежал. Где-то разыгрывать по-другому чуть-чуть. Суарес. Суарес. Ой, какой момент? Где Месси? Месси не успевает немного за ситуацией. Ну, а вы можете свой состав мечты написать. Именно, как вы видите сами, Барселону. И, к сожалению, я сейчас тут поторопился с ударом. Дебала проходит. Великолепно проходит. И какую передачу выдает? Ну и Суарес. Ну, что ты делаешь? Там, ребята, походу травма. У кого непонятно. Ой-ой-ой-ой. Да. Серьезная травма. Алаба пасует на Неймара. Дебала. И Эриксон. Пробивает. И тут Месси на подборе. Удар и гол. А знаете что? Айнер был неправ насчет Месси. Он по-прежнему может играть на подборах. Не знаю. Это очень такой специфичный момент, на мой взгляд. Все, что от него требовалось, он сделал. По идее. Он подобрал мяч. Пробил. И пробил великолепно. Просто с левой ноги. И даже вратарь не прыгнул. Ну и Месси с мячом. Месси снова с мячом. Удар. И облак тащит. Но Месси неплох. Блин. По-моему я был неправ, когда в прошлой серии не ставил его в основу. Я перестраховался, ребят. Честно скажу. Перестраховался. И тогда не ставил Месси в основу лишь только по одной причине. То, что боялся, что в итоге этот человек загубит моменты важные. Но. Наверное, все-таки не стоило перестраховываться. Оставить его в основу. И сейчас, смотрите, опять момент был у Месси. Раз за разом. Раз за разом его оставляет одного. Потому что думает, что он уже ни на что не способен. А ведь он на многое способен. Смотрите, только на этот удар. Ну что это такое? Ляна или Месси? Офигеть. Офигеть. Просто невероятно. Взгляните на этот момент. Но. Я беру все свои слова обратно. Все. Все. Ребят. Хейт был, наверное, правильный в мою сторону. Когда я Месси не ставил в основах. Что он сейчас творит? Что он творит сейчас, а? Сегодня, кстати, ни одного удара не нанес «Атлетико Мадрид». Даже удивительно. То есть, играют ребята просто ужасно. Верати. Посмотрите, Верати один остается. И Верати уже ничего тут не поделать. По-моему, там нарушение правил было, нет? Да, было нарушение правил. И вот какая передача пошла от Дебалы. Точнее, от Дебалы. Суарес. Перекладина. И Орье. Но тут положение вне игры. Тут положение вне игры. Да. Прострел и гоу. Да. Этого следовало ожидать. Наверное. Потому что отлегся буквально на секунду. Типа на паузу нажал. Кстати, правильно будет говорить все-таки Дебала, а не Дебала. Человек в комментариях меня тогда обманул. Я сейчас посмотрел просто на Википедию, пока у меня был небольшой промежуток. Там пауза небольшая была, несколько минут. Я взглянул и посмотрел на этот момент. И действительно, правильно Дебала, а не Дебала. Как так, блин? Как они забили, не имея ни одного удара в створ? Лучшим игроком признан Лианель Месси. Это неудивительно. Он просто божил сегодня на поле. Ребята, оказывается, Суперкубок состоит из двух кубков. То есть, из двух матчей точнее. Ну и уже к этому матчу мы, к сожалению, ребят, продаем Маркиниса. Тут Буэно хочет перейти на его место, пока Лапорт не восстановился. Ну а на данный момент у нас есть на позицию Маркиниса Рохо. Есть на позицию Маркиниса Буэно. Который то прибавляет, то убавляет. И вообще непонятно, что с ним происходит. Но я, наверное, все-таки попробую поставить лучше Рохо на позицию Маркиниса. Кстати, Лапорт стал 91 рейтинг. То есть, он пока был травмирован, даже прибавить успел. В итоге мы лишь только добавили в трансферном бюджете. Они убавили. И вообще мы стали лишь только богаче. И я не знаю, стоит ли покупать Багбу. Здесь уже большой вопрос. Это уже вопрос к вам. Ну а я, ребят, сыграю ответную встречу с Атлетикой Мадрид. И надеюсь, сыграю ее хорошо. Что ж, в этот раз мы будем играть на Винцента Кальдероне. И давайте поставим форму гостей. И так будет правильнее. Первый матч закончился счетом 3-1. Я пропустил последний мяч на последних минутах из-за того, что просто нажал паузу и потом отжал ее. И в итоге не успел за атакой. Такое тоже бывает. Это в основном мой косяк. Так что, надеюсь, этот косяк не выйдет мне боком. Также выходит вот этот состав. Месси в основе. Тут уже, по ходу, ребят, придется его ставить всегда. Потому что, действительно, он выходит и показывает, что я не прав. Вот это невероятно. Винценте Кальдерон, Атлетика Мадрид, Барселона. Суперкубок Испании. Второй раунд или второй этап, как это называется. Ответная встреча. Так, ну и вот состав Атлетика Мадрид на ваших экранах. Здесь, в принципе, изменений никаких. Да, они как играли таким составом, так и играют. То есть, одно есть изменение. Борре выходит на этот матч. Или Борре, как правильно. Посмотрите, Донорума подсказывает нашей команде. Донорума дает подсказки. Вот это да. Ну а мы начинаем матч. И давайте просто, ребят, сыграем, как в последний раз. Ой, неплохо играет Дебала. И Дебала, гол! Неужели гол? Посмотрите, какой обидный мяч пропускает Облак. А ведь мне его рекомендовали. Я даже радоваться не стал, ребят. 1-0. 1-0. Погнали дальше. Дебала пасует на Эриксона. Эриксона дальше. Посмотрите, какая передача от Эриксона. И Суара сделал еще 2-0. Но это уже какой-то разгром. Это какой-то разгром и просто издевательство над соперником. Я не знаю, зачем они вышли вообще на второй матч. Потому что здесь уже, ребят, ну форменное издевательство. Общий счет становится 5-1. И это лишь только 35-ая минута. Дебала пасует на Эриксона. Эриксона будет находить, да, передачи игрока. И хорошо находит Неймара. И тут Неймару нужно лишь только отдать передачу на Суареса. Это 3-0. Ну вот. Вот она. Вот она передача. И вот она гол от Суареса. По-прежнему забивает такие мячи. И в свои года он еще на многое способен. Так же, как Лионель Месси, в принципе. Общий счет 6-1. Мы уже в первой половине сделали счет 3-0. Фас-центр, Томас, Гризман, Бурре. Удары Денарума. Вступает в игру. Молодец. Какая передача на Дебалу. И посмотрите, что делает Дебалу. Ну что? Сейчас только облак спасает. Сейчас только спасает облак. И посмотрите, как Дебала хорошо отобрал. Я все-таки обещал Дембеле дать поиграть. Так что пускай выходит Дембеле. Заодно посмотрим, насколько он хорошо ощущается. Насколько плохо ощущается. Ребят, вы сами все увидите. Сразу скажу, что в отборах он почему-то лучше ощущается, чем Мунир. Ну что ж, самое слабое место в моей игре. Это угловые. Я никогда не умел на них играть. Посмотрите, что делает Дембеле. А если прокинуть мяч дальше? Дальше мяч прокидываем. Тут один игрок остается. Подопорно, подопорно. Обошел этого игрока. Молодец. И удар в угол. Вроде бы последовало сейчас, но облако на месте. Под центр на Месси. Месси с правой ноги. Какой кул забивает на Месси. Четвертая баночка залетела. Ну вот он, Месси. Ну вот он. Тот самый паренек, который всегда вот бьет и забивает. Молодец, Месси. Доказал мне сегодня все. Что я от него просил, наверное. Наверное, я его разодорил просто. 4-0 в итоге. А общий счет аж 7-1. И я, наверное, скажу одно, что мы точно выиграли этот кубок. Мы точно выиграли этот кубок. Даже сейчас за 10 минут вряд ли что-то сотворит. Атлетика Мадрид. Потому что, вот видите сами, что счет сейчас просто разгромный. Ребят, ну мы побеждаем. Побеждаем в этом кубке. Завоем очередной трофей. И в карьере за Барселону это уже четвертый трофей. Ну, расстроены игроки. Атлетика Мадрид. Такое унизительное поражение. Но не каждый заслуживает из этих игроков. Но сегодня мы просто разнесли их. Что в одном матче, что в другом. Я почти их не почувствовал. Лионель Месси, капитан, который сегодня заслуживает вполне этого кубка. И заслуживает вообще всех хвалебных отзывов с вашей стороны. И я был во многом неправ. Надо выпускать его было в основе. И, ребят, Лионель Месси поднимает этот замечательный кубок над головой. И, наконец-то, наконец-то он сделал это. Даже несмотря на свой рейтинг 88, этот парень просто тащит. Этот парень просто тащит команду. И удары его феноменальны. Даже кубок Азиакап, или как там называлось, который предсезонный. Мы тоже выиграли. Ну, а лучшим игроком неожиданно признал Суарес. Который тоже отлично сыграл. Ну, и, кстати, Тимбеле почти себя не проявил. Потому что не было времени для этого. Следующий матч у нас Челси. Ну, грозный соперник. Который будет играть с нами за суперкубок. Так что давайте, ребят, приступим к этому матчу. Опять же, я выпущу на полный матч Лионеля Месси. Потому что я сейчас ему доверяю. Надеюсь, он мое доверие оправдает. Суперкубок Европы, ФК Барселона, Челси. Встречаются команды победителей Лиги Европы и победителей Лиги Чемпионов. По идее, этот трофей как-то называется суперкубок UEFA, если не ошибаюсь. И сегодня вот эти две команды будут бороться за него. Ну что ж, Маркинец. Вот он тот самый паренек, который в итоге перешел из нашей команды в Челси. Теперь Лионель Месси прописал в составе. Это определенно. Потому что он в последний матч просто показывал игру высочайшего уровня. Ну а вот состав Челси на ваших экранах. Здесь я отмечу, наверное, то, что Кост еще до сих пор у них в составе. И то, что у них теперь Маркинис, Зума и Мартинес. Вот так вот. Они играют даже в пять защитников. Надеюсь, хотя бы мы один мяч им сегодня забьем. Их главное сами не пропустить. Ну, конечно, у Челси посильнее будет оборона. Это точно. И какая передача на Лионель Месси? Лионель Месси открывает счет в этой встрече. Вот это да. Вот это да. Это Лионель Месси, ребят. Нифига себе. Вот этого я не ожидал. Вот этого я не ожидал. Хотя от него можно ожидать все, что угодно. Да. Лионель Месси. Лионель Месси, который смог. И какая передача была? Кто отдавал? Суорос не уж, что ли? Кто отдавал? Да, Суорос отдавал передачу. Посмотрите. Какая тонкая передача. И какой замечательный гол Лионель Месси. Наш капитан открывает счет в этой встрече и показывает, что мы пришли сегодня за победой Так, пас на Неймара Удары здесь, ребят Неймару надо было забивать Ну что ж, ребят, скажу одно, что первая половина прошла прям полностью под нашу диктовку Потому что мы атаковали, мы показывали великолепную игру И Лианель Месси даже забил Неймар неплохо так отстранился от своего визави И посмотрите, какой момент был у Суареса Чуть посильнее бы он ударил и был бы гол Проспали немного фланг и хорошо играет Рохо Пасу дай, дебало, какой удар от дебалы Вот это да Блин, ребят, ну это просто невероятный удар И у меня нет слов Как он просто ударил Он даже без разбега, без всего, ребят Просто сходу так потихонечку и прям в девяточку Офигеть Потрясающий матч проводим сегодня И главное сейчас не пропустить, сыграть отменно и аккуратно Мы побеждаем, мы побеждаем, ребят Побеждаем со счетом 2-0 И их оборона, увы, не смогла нам противостоять сегодня И это хорошо на самом деле Я действительно доказал, что и без Маркиниса И без каких-то там Азаров мы можем тащить Потому что у нас есть свои звезды У нас есть свои звезды, которые могут забивать Это дебало, это Месси, это Суарес Да, Суарес и Месси, это, блин, старые игроки Уже им дофига лет 33 и 32 вроде бы Суарес сейчас Или 33 тоже Но эти парни до сих пор тащат И Лианель Месси уже второй раз за этот сезон Даже третий раз уже за этот сезон Потому что в Азиакап мы тоже выигрывали И вот это точно теперь последний трофей Который мы выигрываем И теперь больше нет никаких трофеев в этой игре И мы выиграли все, что могли И я считаю, что, ребят В моей тренерской карьере осталась лишь только одна ветвь Это выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы Либо там Копа, Америка, еще что-нибудь Нужно лишь только это выиграть Ну а пока все трофеи на клубном уровне у нас Теперь точно все Теперь точно все трофеи у нас И Лианель Месси радостно поднимает этот Маленький, но очень гордый трофей над головой Такой же, как Лианель Месси Маленький, но очень гордый и очень талантливый игрок Даже в свои 33 года И запомните этот момент, этот состав И запомните все, что мы сегодня сделали Потому что это действительно все Последний трофей, который Даже нет, крайний, назову крайний трофей И вообще теперь у нас все трофеи есть на клубном уровне И эта команда действительно тащит Ну а этот матч, этот матч все провели Хорошо И лучшим игроком признан Суарес Блин, как он это делает Ну и ребят, на этом все Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за лайки Всем спасибо за комментарии И вот этот состав действительно Достоин лайка и комментария И давайте наберем 500 лайков И я выпущу 3 матча в серии Наберем 350, будет 2 обычных И я не меняю эту концепцию уже на протяжении долгого времени Ну а с вами был Медрик Всем удачи и пока Увидимся